Всем доброго времени суток! Бачишь? А вот це бачишь? У Коли бачишь, а у Севки я поняв. Я поняв, чем старик старуху доняв. О чем идет речь? Опять в который раз Коля ведет Севку и показывает барские угодья. Бачим, шо хорошо чужими руками жар грести. Холопы благоустраивают, а барин ходит и хвастается. Посмотри, Севка налево, посмотри направо. Ой, какие вот тут цветочки, ой, какая тут елочка. Ой, как все красиво и замечательно утопает в цветах. Много цветов, много разных, обилие красок. Не стали, я так понимаю, сытники особо заморачиваться огородом. Как-то поначалу они, ну буквально, каждую грядочку, каждую вот пять земли они использовали для того, чтобы она приносила им пользу. Сейчас они так подумали, подумали, а нафига нам нужны эти помидоры, огурцы и прочее. Ну что-то там они сеяли. Я, честно говоря, не вдавалась в подробности, что конкретно. Очень неплохой у них сад. На таком маленьком участке, надо дать должное, они используют его с толком. Какую-то зелень они посадили. В общем, что-то там они, но выращивают. Но не так, как в первые годы. Сейчас Света решила просто все засадить цветами. Все это они распланировали, на мой взгляд, неплохо. Вот эти вот деревца всякие разные, елочки и все такое. Ну, неплохо получилось, надо признать. Ну, кто там трудится? Особо, конечно, Коленька там пальчик не вмакивает. Хотя бывают такие видео, когда он показывает, что где-то там он что-то ковыряется. Не без этого, не совсем уже он, опустившийся человек в этом отношении. Но в основном, конечно, там занимаются родители. Севка говорит, ой, сколько яблок много. Мама вам их подрежет. Это в смысле, как червяк, да, все их поточит. Я так думаю, что будет, что в этом году ТВ-шки кинуть на зуб. Конечно же, передадут ей и передадут не один раз и не мало. Мама подрежет, а в ответ тишина. Ну, неужели непонятно, что не хотят сытники этого? Не нужно им, чтобы ТВ-шка вмешивалась туда и влезла своими руками, где-то там что-то им подравнивало эти деревья. Люди все взрослые, сами прекрасно разберутся. Если они не захотят сами заниматься этим, именно подрезкой, можно зайти в интернет, посмотреть, там в Ютьюбе разные ролики есть. Можно спросить у людей, которые знают, а можно и пригласить. Вот, скорее всего, этот вариант и будет присутствовать у них. Они просто пригласят человека, который в курсе, который разбирается в этом, и он им все сделает. Но не надо им ТВ-шку. Они ни разу не сказали даже хотя бы из вежливости. Ладно, да, пусть приходит. Вот, тишина. Кому бы Севка эту фразу не произносил, все упорно отмалчиваются. Но Севке невдомек. Если он решил помочь, как с этими котами, спасать, так спасать. У котов нет ни малейшего шанса спастись от Севкиного спасения. Вот так же и у сада сытников. Тоже нет ни малейшего спасения от рук ТВ-шки. Но если только они не позаботятся об этом заранее и не пригласят кого-то, чтобы Севку уже так, а, да, уже обрезали. А, ну ладно. Ну, в следующий раз мама приедет и подрежет вам все, что нужно. И не нужно тоже. Севка говорит, смотрите, ветки растут неправильно. Это все надо убрать. Как много знающих, как жить. Как мало правильно живущих. Надо все поубирать. Ляпота. Нравится Севке все. Говорит, такой домик получился замечательный. И территория, и даже сарайчик. Почему себе не хочет? Если он, как он говорит, у него есть достаточно для этого всего средств. Купил бы себе домик. Нанял бы людей, которые бы за этим всем ухаживали. И тоже жил бы в таком доме. И вот там можно и витрину купить, и даже две, и даже три. Столько, сколько его душенька пожелает. И расставлять туда все подарки от Лоры. И не надо было бы ничего распродавать. Потому что места-то нет. А освободить-то хочется для чего-то, что действительно нужно. А так складировал бы это все. Смотрите, капитал шоу Адамян. И все это там расставлял бы по своему вкусу и на свое усмотрение. Почему бы и нет? Но не хочет. Вот влез он в этот пятый этаж, на вот эту квартирку. В квартирку свою маленькую, как крольчатник. И никак его из этой нары не выколупнуть. Далее Севка завалился на диван Сытников. Классно так, да? Вот на этом диване кто только не толкется. Все подряд, все кому не лени. Ни собаки, и люди. Севка в этих джинсах, которые сто лет не менялись. После душа, я так понимаю, что Света вряд ли может выйти в ночной сорочке. И присесть на диван и посмотреть вечером телевизор. Потому что там валяются абсолютно все. Все, кому не лень. Все гости, все друзья, товарищи. В чистой одежде, в грязной ли одежде. Ну, может быть, Света, конечно же, чем-то накрывает, чтобы иметь такую возможность. А может быть, люди и не заморачиваются. А почему бы нет? Есть такие, которые не обращают на это внимание. Ну, а что такого? Грязь же комьями не отваливается. Значит, можно вполне себе посидеть и в ночной сорочке. Потом увалиться в постель. Поставил Севка обращение президента с предупреждением об АЭС. Все, конечно, это все слышали. Знают, о чем идет речь. Самвел нервничает. Думает, куда пойти, куда податься. Ну, он-то понимает масштабы катастрофы. Если вдруг таковая случится. А в это время митрофанушка таким беспечным голосом. Я читал, что наш город не затронет в случае чего. Как оно красный диплом получать будет? За что? За какие заслуги? Ума ведь, как кот наплакал. За сто километров и им бояться нечего. Это все так обойдет мимо. Еще бы сказал. Веерочки купим, да отмашемся. Севка, не переживай. Я с тобой. Если что случится, продолжает Коленька. Будем придерживаться инструкции. Закроем все окна. Ну, и будем ждать, пока вот эта радиоактивная пыль осядет. Ну, что еще тут можно сказать? No comments. No comments. Коля как выдаст, так выдаст. Ольга Леонтьевна проходит мимо, несет корзинку с бельем. Вот видите, шевелится женщина, да, в свои преклонные лета. Молодец. И не ноет, не говорит, что ой, такие хода у меня. Я вже стара, я вже устала, я вже не можу ничего рубить. Никого не просе. Сама. Сама. Поможить ми не важко, так уж вона не кажа. Потихонечку, полегонечку. Севка подорвался, отложил президента в стороночку. Помог бабушке донести эту корзиночку. Колясику было не до того. Он думает, наверное, знаете, так, позе мыслителя. Нет, он лежит в горизонтальном положении, но именно думает, как он будет ждать, пока радиоактивная пыль осядет. Далее Севка показывает, что он едет уже в машинке своей и начинает оправдывать мать. Ну, я там прочитал комментарии такие. В общем, сейчас дойдем до сути дела. У ТВшки такая безупречная репутация, что Севка решил восстановить честное и доброе имя матери. Ну, она не лгуня. Не-не-не. Ей это не свойственно. Ей вообще претит всякого рода ложь. Муки совести замучают, если она вдруг солжет. В предыдущем видео ей позвонили, она сказала, что она в Запорожье. Севка ей звонит, говорит, слушай, надо узнать, да, выяснить этот момент, мы не договаривались, нет, этого не было. Говорит, спрошу, почему она так сказала? Я, говорит, считаю, что она оговорилась. Да. ТВшка так и ответила. Да я оговорилась. Охотно верю, что такое может быть. С любым может быть и, конечно же, бывает, но есть одно но. Кому она это сказала, она не помнит. Как это так? Это же было вчера. Она помнит, что она якобы оговорилась, но она не помнит. Кому она это все говорила? Она, видимо, не поняла еще, что это все зафиксировано в видео и думает, что, ну, Севка просто это услышала, вот сейчас она выкрутится и все. Все будет шито-крыто. Я бы поверила, что она не помнит, кому она сбрехала, но если бы ей постоянно звонили по 20 человек в день, тогда да, людей много, звонков много. Кому именно брехала, шо именно брехала, Бог его знает. Но ведь это же не ее случай. Она отлично помнит, что звонила Надя. Она говорила, говори, я пока тут одна, честняга наша. Потом она сказала, спасибо, Надя, спасибо. Видимо, Надя поздравила, конечно же, маму прежде всего с рождением ребеночка. Надо поздравить обязательно. А кто мама этого ребеночка? Конечно же, ТВ-шка. Когда вы это видео снимали, Севка спросил, о, вы все тут вместе приехали, вот это сюрприз. А Надя с вами шо, в городе, в сговоре или стоит возле арки? Так ТВ-шка такую рожу начала кривить, знакими глазами делать, типа, не надо, вот это, не надо ее сюда, не нужна она. Может быть, они видели Надю и проплыли мимо нее, вот, знаете, морды тяпками, а потом уже, знаете, так, отбрехались, скажем так. А может быть, и заезжали совсем с другой стороны. Но я поняла по выражению морды ТВ-шки, что она в курсе, что Надя там ждет. А если не была в курсе, то в любом случае, поняв, что Надя действительно приехала, она всей своей мимикой лица показывала, Надя здесь не нужна. Ну, понятное дело, что они хотели посидеть в своей семье. Ну, можно было бы так и сказать, все взрослые люди не уезжали бы, не поняли бы. Сказала бы, ну, мы тут буквально всего на ничего, и, Надя, ну, давай мы сами как-то посидим, пообщаемся. Колясик там на законных основаниях, если что, он личность неприкосновенная, трогать его нельзя. Но что-то, знаете, севка, и, кстати, к гаечку не ездит, и с Надей как-то посиделок нет. Может, конечно, он занят вот съемками на день рождения, работы, сейчас ему есть что снимать. Ну, в общем, подождем немного, будет видно, что к чему. Насчет того, что Надю не пригласили, он сказал, севка вот в этом же видео объяснил, что он вообще ничего не планировал. Сестрицы с племянницей как снег на голову свалились, и, ну, ладно уж, свалились и свалились. А Надя говорит, она все равно не стала бы обременять его своим присутствием, босс знала, что ему надо на спектакль и времени у него в обрез. Поэтому она поздравила лично и отбыла в освоясь. Ну, что ж, может быть и так, но в любом случае, Надя это хороший показатель, кто родычи, а кто самозванцы. Далее баба Таня спрашивает, ты вчера в кафе был? Быстро так меняет тему. Вот как только она начинает это делать, я уже точно знаю, что это из-за вранья. Не хочет она долго мусолить неинтересную ей тему, ну, дабы не проколоться. Был, говорит Севка, да что-то подумал, как-то собирать всех, вот это все затевать некогда было. Она даже договорить не дала ему. Да зачем воно треба? Ну, действительно. Вот ей аж за полгода нужно было начинать готовиться. Это же ее праздник. И отметить надо было с размахом, пышно. А Севке не надо, облезет. Юбилей это одно дело, сказала баба Таня. А так, каждый год отмечать можно подумать. До этого юбилея своего она день рождения своей не отмечала. Дай бог дожить мне и ей, ну и чтобы Севка снимал видео и посмотреть, как она плюнет на свой следующий день старения. Ведь это будет уже не юбилей. Чем она будет мотивировать то, что нужно ей отметить его при любой погоде? Она придумает, она найдет нужные слова. Баба Таня угостила Зину и Надю. Говорит, купила бутылку коньяка, сыра, ковбаски, тарулетик сладенького. Кто ей это подсказал? Не знаете, а? Ну, сама она до этого не дошлепала бы. Это точно. Ну, ни разу этого не было. И вот опять. С чего бы? С какой такой великой радостью она вдруг решила разориться и купить все это. И угостить Зину и Надю. Либо Ира подсказала, либо Севка сказала, вы там соберитесь между собой, немножко там отметьте все это дело. Но кто-то ей подсказал это наверняка. Рассказывает дальше баба Таня. Надя отказывалась. Зину уговорили. А потом она не могла уже изупиниться. И знаете, при этих словах старуха так мерзко захихикала. Вот как же я таких гнусов терпеть не могу. Знает слабости человека и как змей-искуситель начинает сбивать с пути. Наша вражина. А потом будет ехидничать. Я знала, что Надька не сможет себя сдерживать и вес наберет. Я знала, что вон она не сможет себе держать, трымать в руках. Сколько же пакостей на земле ходит и воздух портит. Ну мерзкая старуха, взловредная. Ну вот фу, 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 фу. Дальше баба Таня спрашивает. А Диана, что ты только торт подарила? И все, да, прикиньте, и все. Учится у своей бабуси, как в гости надо ходить. Чоколадку подарит, как баба Таня. И привет вам с кисточкой. Бабка бедная пенсионерка, Диана бедная пионерка. Не мау, не гроши, чтоб за цепь заплатить. И чтоб севки, ну хотя бы, знаете, ту же самую тысячу гривен подарить дядюшке любимому. Не а, обойдется. Тортик, хватит. Ну, выходили бы их друг к другу в гости. Баба Таня к Дианке, Дианка к бабе Тане. Интересно, как быстро они стали бы друг от друга прятаться. Я думаю, уже на второй визит точно. Понравилась ТВ-шке в гостях у севки. Зину бы туда привезти, показать. Вот белка хитромордая, а? А Зине она печется. Ну да, ну да. Зина не видела же твою квартиру, отца шо, музей. На видео посмотрела и хватит, шо там разглядывать. Всевка тоже от этой идеи не в восторге. Ну, конечно, одно дело ходить в гости, а другое дело приглашать к себе. Не знаю, говорит, посмотрим, как время будет, устаю, где не таскаться. И время есть, и силы у него есть. Без предупреждения и сразу за стол падать. Голодающие, ястыньки вон и хочут. Хочь кусинчик, да? На игре та же самая песня. Ну вот он как считает. Я продукты купил и приготовил так, что не в накладе они, не объел я их. И Зину не объедают. Там и Надя носит, и мама носит кое-что похомячит. Так что не проблема. А то, что он маячит там. Вот сейчас ему предложили, пригласи к себе людей. А, это надо суетиться, надо прибраться. На правах хозяина дома надо будет накрывать, на стол. Даже если они принесут все свое, все равно. Нужно суетиться. Уже не свобода, да? Вот как на игре. Света после работы. Ничего, да? А, так как считает он? Так какая там у нее работа? Вот он пахарь пашет, пахоту. Вот це, братя. Ему-то трудно, да? Ему трудно. Значит, когда его усилия обесценивают, ему обидно. Как вы обесцениваете и помощь, и труд человека? Если это делает он, то ему все можно. Ему все можно. Распрощался Севка с маменькой и говорит, ну так и думал, что она просто ошиблась. Она оговорилась. Ну да, она же не видела, да, что он снимает, говорит Севка. Ну зачем бы ей врать? Зачем? Вернее, она видела, что он снимает. Зачем бы мама стала врать? Так она не врет, потому что видит, что он снимает, только это ее останавливает, да? А если видит, что не снимает, то врет напропалую, направо и налево. Да и пофиг на все. К тому же она не всегда въезжает, съемка идет или не идет. Она иногда думает, а, ты видео обрабатываешь, а я думала, что ты что-то снимаешь. Или наоборот. А, ты что-то снимаешь, а я думала. Ну короче, я уже чуть сама запуталась. Сколько раз она на этом ловилась? Севка камеру оставит, а она не волокет, что ее снимают. И ловится. То колбаску ест, то вот этот вот ужаснейший салат, который они готовили, да, на Новый год. Вот недавно тоже был случай. Надя быстро просекла. Севка ушел, камеру так интересно поставил. Не просто положила, поставил. Надя подошла, ага, снимают ее. Баба Таня как сидела, ушами хлопала, так и прохлопала. Она даже не видела, что эта камера оставлена, и что севки нет, и что можно было бы кусочек попросить. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...